Пожарные бригады, спасатели, экологи, аварийно-ремонтные службы подняты по тревоге. В считанные минуты разведка и специалисты на 9 плавсредствах выходят в море. Параллельно работа разворачивается на суше. Всего задействовано более 100 человек. Это начало учебно-тренировочных занятий на акватории нефтепорта Козьмина. По легенде, на сегодняшних учениях был выход нефти через грузовые линии танкера. Это обнаружил наш персонал, вовремя об этом сообщил оперативным службам. И по цепочке, уже по схеме оповещения, сюда, на площадку, был направлен аварийный персонал, который занимается непосредственно ликвидацией. В месте разлива около танкера спасатели развернули ордер из боновых заграждений. Это специальная резиновая ограда, которая не позволит нефти распространяться дальше. Следующий этап – с помощью нефтесборного оборудования переместить смесь, имитирующую нефть, в современный сборщик леяльных вод. Основная задача – это локализовать, то есть предотвратить распространение нефти по акватории. То есть, в случае разлива нефти, мы должны ее поймать и удерживать в каком-то месте, с которого можно удобно и максимально быстро собрать. Неподалеку разворачивается еще одна спасательная операция. По задумке, огромное нефтяное пятно в 800 кубов успело выйти в акваторию. Его необходимо задержать и нейтрализовать. Пятно не должно выйти в открытое море или добраться до суши. На одном из буксиров мы подошли к условному нефтяному пятно. Его уже локализовали с помощью специальных боновых заграждений. А теперь вот такие щетки-скеймеры спустят на воду. Они соберут водно-нефтяную эмульсию и очистят морскую поверхность от загрязнения. Центр пятна обозначен буйками. Вот так условную нефть вокруг него собирают скеймерами и направляют в резервуар судна. После этого эмульсию перекачают в специальные наземные резервуары. В дальнейшем с ней будут работать специалисты. Отрабатывают сегодня и запуск системы пожаротушения на судах. Учения в Кузьмино, как отмечают специалисты, прошли успешно. Подобные тренировки на стратегическом объекте проводят регулярно. В Кузьмино отрабатывают до 150 различных ситуаций в год. Эта работа в первую очередь направлена на подготовку персонала и готовность оборудования к ликвидации любых возможных аварий.